Российский радиоуниверситет В этом случае крестьяне, как была разделена деревня, что происходило с Россией летом 1918 года в нашем специальном проекте «Земли и воли» Мы будем говорить о том, как главный вопрос России привёл к расколу, к гражданской войне, к самой кровавой странице истории нашего Отечества И мы в гостях у замечательного историка, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василия Жановича Цветкова Здравствуйте, Василий Жанович Здравствуйте, Дмитрий Василий Жанович, когда я учился в школе, были такие средние классы и изучали историю Советского Союза, то, безусловно, нашу родную историю то я помню такие параграфы учебника истории, это «Триумфальное шествие Советской власти» и «Советская Республика в кольце фронтов» но заявленная сегодня тема, крестьянские восстания, я что-то такого не помню, так были ли они на самом деле и насколько они были массовыми? Были, конечно, вот то, что Вы назвали «Триумфальное шествие Советской власти» и «Советская Республика в кольце фронтов» в «Огненном кольце фронтов» еще даже добавляли иногда, вот, это 18-й год ну, собственно, «Триумфальное шествие» мы уже немножечко его касались, когда рассказывали, в частности, о реализации декрета о земле это вот и был тот самый период после октября 17-го года и примерно до марта, до апреля 18-го то есть, как бы, период, в который считалось, что советская власть, вот, она так, очень-очень победоносно, триумфально установилась практически по всей, ну, на самом деле, конечно, далеко не по всей территории бывшей Российской империи вот, и вот, как бы, это «Триумфальное шествие» не оставляло никаких шансов у контрреволюционеров, у белогвардейцев, у всяких там буржуев недобитых начать какое-то сопротивление. Почему еще, кстати, вот делалось на этом акцентирование, внимание дело в том, что вот этот период «Триумфального шествия» советской власти, он определялся, как, по сути, такой вот период гражданской войны, и это не отрицалось, но такой незначительной, немасштабной гражданской войны, которая, по сути своей, была связана только вот с подавлением сопротивления, как бы, там, юнкеров, каких-нибудь белоказаков, офицеров, но их настолько мало, что вот, как бы, и никаких больших проблем для советской власти подавить это сопротивление не составляло. А потом гражданская война переходит, как бы, в масштабную такую, большую войну, но не потому, не потому, вот опять же делался на чем акцент, не потому, что это был именно внутренний конфликт, он продолжал развиваться, он еще больше усиливался, а потому, что вот произошло внешнее влияние исключительно этой интервенты, вот англичане ввели войска на север, а потом в июне 18-го года, в мае, в июне выступил Чехословасский корпус, а там их поддержали американцы, японцы, то есть была такая логика, что вот если бы не они, вот не эти внешние интервенционистские силы, то вроде бы как гражданская война бы у нас уже полностью закончилась бы, и ничего бы и не было. А вот потом из-за них, в частности, вот идет это масштабирование гражданской войны, и в сентябре, вот то, что вы назвали в кольце фронтов, сентябрь и октябрь 18-го года, уже действительно серьезное положение, уже такие активные боевые действия ведутся, и Советская Республика объявляется единым военным лагерем. А вот крестьянские восстания, как раз вот и есть тот самый внутренний фактор, внутренний фактор усиления, эскалации гражданской войны. Они, вы правы, совершенно, они у нас не то, чтобы куда-то пропадали, они у нас появлялись, ну и, кстати сказать, это до сих пор, к сожалению, сохраняется, в качестве какого-то вот такого более или менее заметного фактора, не ранее 21-го года. То есть это у нас, получается, вот Тамбовское восстание, Западносибирское, Махно, ну, Кронштадт отчасти, да, если там считать, что... Что-то такое опоздавшее, когда люди не понимали своего счастья, фактически. 21-й год накануне Советского Союза, учреждения, вот это все. Да, по сути, это уже время, когда гражданская война, опять же, вот если исходить из такой классической ленинской хронологии, она уже закончилась, потому что Ленин заявил об окончании гражданской войны в декабре 20-го года. Выступая на 8-м Всероссийском Союзе Советов, он заявил, что все, гражданская война закончена. Но, но, вот как раз вот эти восстания, а они были, может быть, не очень масштабными, но они были очень, я еще раз это подчеркиваю, многочисленными. В 18-м году, именно в 18-м году. И ни при чем тут совершенно никакая интервенция. И возникали они абсолютно из-за внутренних причин, в том числе из-за тех, о которых мы говорили накануне. Это, в частности, введение вот этой продовольственной диктатуры, хлебной монополии и продотряды Камбеды, как сопутствующие элементы этой продиктатуры. Вот на это вот, к сожалению, почему-то не обращали внимания. Да, кстати, и до сих пор вот я не могу сказать, что очень много об этом пишут. А я просто статистику приведу, что вот по данным как раз НКВД, это надо иметь в виду НКВД Наркоман внутренних дел, это тогдашний Наркоман внутренних дел, но он также тоже назывался, вот, порядка трех с половиной тысяч различных выступлений антисоветских, антибольшевистских крестьян было в течение 18-го года. Да, они не были такие масштабные, как Тамбовское восстание. Да, они были достаточно быстро, оперативно подавлены. Но это не означает, что их не было, это не означает, что не шла вот эта самая внутренняя усиливающаяся, разгорающаяся гражданская война. Василий Жанович, прошу прощения, здесь один очень принципиальный момент, который сейчас в современных соцсетях буквально пылает огнем. Так антисоветские или антибольшевистские? Кстати, да, хорошо, спасибо, что это тоже отметили. Я думаю, что примитивно к 18-му году у нас получается такая ситуация, когда, и вот, кстати, об этом сегодня бы и хотелось поговорить, советы изначально все-таки структура, которая далеко не во всем поддерживает большевиков, особенно если мы берем советы уровня съездов, там, советов губернских, губернских, например, лета 18-го года, центральной членоземной России. Та же самая Тамбовская губерния наша знаменитая, Воронежская, Орловская, Курская. Вот там собирались местные съезды советов, и они, например, осуждали политику про диктатуры. Но вот к концу 18-го года происходит постепенное такое слияние комбедов на местном уже уровне, на волосном, на сельском уровне слияние комбедов с советами. И здесь, по сути, уже можно говорить и об антисоветском, и об антибольшевистском выступлении. Появляется, начинает уже появляться вот этот лозунг, который потом станет просто уже программным лозунгом «Советы без большевиков, советы без коммунистов». Он по-разному звучит, хотя, как бы, традиционно считается, что должна была быть трактовка совета без коммунистов, но и без большевиков тоже. То есть совет сам по себе – орган, который должен быть властью местной. И, по сути, он и таковой являлся. Власть, которая преемственна, кстати, от земско-городского самоуправления. И даже вот бывало так, что, когда обвинялась власть во время гражданской войны белых и красных, то просто меняли вывеску на одном и том же здании. То есть он до этого, допустим, был совет написан, а потом опять городское управо. Здесь очень еще один момент, Василий Жанович, правильно ли я понимаю, что вообще советская власть, советы, они были интуитивно понятны крестьянам с их опытом общинного управления? Конечно, конечно. И это мы с вами тоже говорили, я еще раз это готов подчеркнуть, что, безусловно, советская власть, она корнями своими уходит вот в эту вот общину, такую самоуправляющуюся единицу, которая, ну, в значительной степени могла бы быть использована, могла бы быть встроена уже в ту систему государственной власти, которая создавалась в России после февраля 1917 года. И тут совершенно необязательно считать, что вот если бы Ленин и большевики бы к власти не пришли, то советы бы исчезли. Советы могли существовать даже и после учредительного собрания, то есть не исключался такой вариант. То есть, если фантазировать, условно, даже если была бы какая-то конституционная монархия, она могла бы быть советской. Ну, это уже может быть такой как бы вариант из области гипотез, но теоретически, да, даже вот такой лозунг «Царь и Советы», он использовался, между прочим, русскими иммигрантами. Правда, это уже спустя 10 лет после революции, в 1927 году, когда один из представителей Дома Романовых, как раз Кирилл Владимирович Романов, заявил о том, что вот далеко не бессмысленный лозунг «Царь и Советы». То есть Советы не в их формате, как структуры власти, диктатуры пролетариата, а как органы местного самоуправления на многопартийной основе и в условиях вот такого достаточно демократического государственного устройства. Возвращаемся в лето или даже в начало лета, в конец весны, начало лета 18-го года. Что происходит? Потому что вы, так сказали, парадоксально массовые, но не масштабные. Как это понять? Ну, прежде всего, по территориальному охвату. Я не назову ни одной губернии, вот из тех на территории Советской России, которые были, вот территории РСФСР, где бы не произошло бы какое-нибудь, хотя бы даже самое незначительное выступление. Даже в уездах, даже в уездах. Ну, были, конечно, уезды, может быть, такие более-менее спокойные, но очень много примеров вот таких вот уездных восстаний. Особенно большой поток просто буквально в смысле начинается август-сентябрь-октябрь 2018 года. Да, опять же, вот это вот осеннее время, уборка урожая прошла, и появляется время для того, чтобы как-то думать о политике. Ну, и осень 17-го она была у нас такая бурная тоже, но там в отношении Временного правительства. И осень 18-го-то тоже, в общем-то, здесь мы не можем сказать, что у нас советская власть настолько прочна, настолько вот она так триумфально прямо у нас установилась, большевики господствуют, да, что никакого сопротивления, никаких там выступлений нет. Тут интересно другое. Тут интересно то, что, конечно, в основном выступал такой антибольшевистский актив. Я бы так его определил. Что это такое? Ну, так вот, как бы, опять же, если смотреть по классическому советскому подходу, то это, конечно, кулаки. Безусловно, кулак это враг, враг это кулак, как говорится. Это офицеры, это бывшие помещики, которые каким-то образом, вот они там еще в деревнях оказались и затаились, и ждали, как говорится, своего часа, чтобы вот выступить. И обдурманенные, обманутые ими середняки и даже бедняки. То есть получается очень интересная ситуация, когда в 17-м году вот крестьяне выступали, а ведь это были зачастую одни и те же люди. Выступали против временного правительства с требованием черного передела. Они были революционерами, они были хорошими, они были такими позитивными. Через год спустя, когда, допустим, те же самые крестьяне, я еще раз повторяю, достаточно часто совпадали, выступают против советской власти, они становятся кулаками, белобандитами и прочими-прочими всеми вот этими нехорошими словами их называют. И они объявляются еще врагами народа по закону, который был объявлен. Естественно. Естественно, это все уже вот карательная система, карательный аппарат. Еще учтите, что у нас как раз октябрь, сентябрь-октябрь 18-го года это четкая уже провозглашенная сверху, уже не какие-то там эксцессы, а провозглашенная сверху политика красного террора. Это декрет о красном терроре после покушения на Ленина он принимается. Вот. И вот эта вот система, в общем-то, она задействована против крестьянства. Конечно, крестьянские выступления нельзя назвать полностью стихийными. Да, там были офицеры. И я даже больше скажу, могу привести пример уральских восстаний на Урале. А уральская губерния, в частности, в Пермской губернии, допустим, там вообще такой довольно был активный состав или население. И есть воспоминания тех офицеров, которые возвращались к себе. А это, кстати сказать, офицеры-то тоже выходцы из разночинской такой вот среды местной. Это не какие-то там дворяне, аристократы петербургские. Вот. Они возвращались к себе домой, встречались вот со своими односельчанами. Это могли быть там прапорщики, например, те же самые военного времени. И, видя вот это недовольство продиктатурой, недовольство комбедами, недовольство продотрядами, даже не по собственной инициативе, а вот есть воспоминания, когда к этим офицерам приходили крестьяне и говорили, вот, ваш брат, ты знаешь, ты же у нас военный, ты профессиональный. Да, вот мы тут хотим отряд создать повстанческий. Вот давай, значит, нами руководи. И вот они соглашались. Ну, а потом уже, когда вот шли боевые действия, та же самая Пермская губерния, если взять, да, вот такого рода отряды, они пересекали линию фронта и уходили к белым. Уходили вот как раз уже потом воевали в рядах белых армий. И состав их был вот как раз крестьянский такой тоже. Ну, понятно, что оставаться им уже было нельзя. Вот если они, восстание-то было, по сути, подавлено. Ну, если были восстания такого рода, вот как, например, Московской губернии, очень интересные, там провоцировали восстания даже не только вот какие-то эксцессы, связанные с продовольственной диктатурой, а там еще один момент добавился. Опять же, вот это все к вопросу об эскалации гражданской войны. Это закрытие монастырей, изъятие церковных ценностей. Теперь уже все, уже декрет об отделении церкви от государства, он был издан. И вот по этому декрету любое духовное учреждение, любой храм, любой монастырь можно было закрыть. Ну, тут уже местная власть решала, оставлять его или не оставлять. Закрыть, изъять имущество. И были тоже эксцессы такого рода, когда просто изымали имущество, монахов выгоняли. Там, если это был женский монастырь, там, конечно, могли быть и другого рода эксцессы даже, к сожалению. И это все, естественно, тоже возмущало местное население. Потому что местное население, несмотря на то, что многие отмечают вот такое все-таки падение веры в народе, но вот не до такой степени, как говорится, вот когда все-таки твой монастырь, там, к которому ты привык, и ходили и дети твои, и ты сам, какие-то чудотворные иконы, мощи святых. И вот это все закрывается, вот это все изымается, над этим просто издеваются, в алтаре там устраивают какую-нибудь курительную комнату. Это тоже возмущало. И это тоже было вот таким вот подчас как бы спусковым крючком к тому, чтобы крестьяне поднимали восстание. Ну вот я пример приведу. Это восстание в Верейском уезде. Это восстание, которое было связано, в частности, с закрытием Савино-Старожевского монастыря. Это Звенигородский уезд, Московской губернии. Вот с Верейским уездом вообще очень интересная история. Началось восстание-то в соседней губернии, в Калужской губернии, а потом перекинулось на Московскую. И опять же вот по сохранившимся описаниям, правда описания очень-очень скудные, восставшие пытались взять штурмом Верию, уездный город, а не смогли это сделать, были отбиты местным гарнизоном советским. А потом уже вот, как говорится, начались против них репрессии, но в целом вот как бы тоже довольно организованно себя вели, и там в цепь рассыпались, и пытались там вести атаку. То есть, видимо, совершенно, очевидно совершенно, что здесь вот среди этих восставших были фронтовики, были люди, которые с фронта пришли. А это какой период? А это какой период? Это все 18-й год. Это все 18-й год, осень 18-го года. Вот я к тому, что только ли крестьяне участвовали вот в этих восстаниях, потому что были же восстания рабочих Ижевского и Воткинского заводов при Камье. Это как раз конец лета, начало осени 1918 года, так эти рабочие, союз фронтовиков их возглавлял, они выступили вообще под красными знаменами. То есть, в данном случае, представьте себе, уважаемые зрители и радиослушатели, что рабочие самоорганизовались, организовали бригады против, выступали под красными знаменами под лозунгом «За советы против коммунистов». Это вообще фантастическая история, которую, естественно, в наших советских школьных учебниках мы не могли прочитать. Это рабочие. Но у крестьян там еще более активная была вот эта вот позиция. Возьмите, к примеру, Ярославское восстание, знаменитое Ярославское восстание, 16 дней, когда Ярославль держался. Это июль 1918 года. По времени это совпало вот с выступлением левых эсеров на Пятом Всероссийском съезде советов, вооруженное восстание в Москве. Но организованно, вот настолько тесно они не были связаны друг с другом. Все-таки считается, что Ярославское восстание само по себе, а левое эсеровское выступление в Москве само по себе. Но по хронологии они совпали. И вот тоже как бы застрельщики основные выступили все-таки горожане. И там бы и рабочие в том числе принимали участие. Местные меньшевики их поддержали. Меньшевистские были участие, члены меньшевистской партии эсеры. Но правые эсеры, не левые эсеры. Савенков там фактически руководил как бы всем этим движением. Ну, Савенков вообще уже у нас ушел из партии. Но, но, Диево-Городищевская волость и близлежащий Толхский монастырь, к Ярославлю как раз прилегающий, они заявляли о своей поддержке Ярославского восстания. И были крестьяне, которые просто вот опять же свидетельства, не единственные свидетельства сохранились, что крестьяне просто приходили в город Ярославль, местные крестьяне, говорили, дайте нам оружие. И мы хотим тоже там у себя вот эти все комбеды, протаторяды свергнуть. А каким образом, если мы говорим о крестьянском восстании и с опорой на Ярославль, вообще можно было сносить центральные кварталы Ярославля гаубичными обстрелами? То есть фактически Ярославль, центр Ярославля был разрушен в дребезги. Это просто сносили квартал за кварталом, легкие застройки гаубицами. Что это было? Ну вообще Ярославское восстание, это, конечно, очень-очень тяжелая трагическая страница вот в истории Гражданской войны, потому что это четкий совершенно расстрел, вот по-другому не назову, православных святынь, православных храмов. Под тем предлогом, что вот там у них на колокольнях наблюдатели сидят и корректируют огонь. Хотя какой там огонь, когда у ярославцев, тех вот, кто как раз участвовал в восстании, у них было всего два артиллерийских орудия. И по сравнению с теми батареями, которые вот как раз были присланы на подавление, это небо и земля. У ярославцев, кто вот оборонял Ярославль, у тех в основном были стрелковые оружия, пулеметы. Ну пулеметов было довольно много, правда. А вот, и один броневик, два броневика, один сломался сразу же, там вообще не работал. Второй так более-менее ездил там по улицам, но толку от него мало было. А вот этот вот обстрел, ну это скорее, на мой взгляд, может быть тоже вот некое явление террора, то есть устрашение того, что вот если вдруг какая-то там волость, какое-то село, какой-то город еще, да, не дай бог, поднимет восстание, то с ними будет поступлено вот так вот беспощадно. Но это еще, я правильно понимаю, еще покушение на Ленина не состоялось? Нет, еще нет, но вот уже было выступление Левых СССР, там же чуть было до использования химических снарядов дело не дошло, то есть Ярославль. Это еще задолго до Тамбова, до Тамбовского восстания, уже предполагалось, что вот может быть проведен обстрел химическими снарядами города, если будет продолжаться сопротивление. Вот вам гражданская война. Это страшное дело, особенно если вы сейчас, уважаемые зрители, радиослушатели, посмотрите на современную карту старинного города Ярославль, очень такой, несет в себе следы той дореволюционной красоты. Вы увидите, что там весь центр этого города, он буквально, ну так, крест-накрест расчерчен улицами, там что-то вроде советское, коммунистическое, интернациональное и так далее. То есть полностью весь центр, там, где вот все в церквях, да, этот весь центр вот расчерчен, то есть знак победы над городом Ярославль. И что это, если не гражданская война, когда кто над кем, кто кого победил? Русские русских? Да, и тут вот уж не отвертется, как говорится, потому что четко сохранилось очень-очень много фотографий. Специально как раз Святейший Патриарх Тихон из Москвы присылал, в том числе, вот фотографов, просто для того, чтобы запечатлеть результаты этой бомбардировки. И храмы, купола разбитые, колокольни смесенные, Демидовский лицей, кстати, сгоревший, знаменитый, вот краса и гордость Ярославля тогдашнего. Вот, так что вот, вот это вот такое было подавление восстания. Правда, конечно, опять же, это все оправдывалось, что если его не подавить, а Ярославль близко с Москвой, то потом вот эта вот зараза белогвардейская, контрреволюционная, она перекинется на Москву. Тут, конечно, была такая логика, отрицать не стоит. Вот, но опять же, вот возвращаясь как бы к вопросу о крестьянстве, вот еще одно восстание, интересное, вообще в Орловской губернии довольно много было таких недовольных. Почему? Потому что Орловская губерния это уже Черноземье, и там, ну, например, Ливны, Ливенский уезд Орловской губернии, Ливенское восстание. Тоже, в общем-то, такой очень интересный пример того, как массовое движение антикомбетовское, антипродотрядовское, крестьянское поднимается. Да, там тоже участники войны, там тоже фронтовики, там люди уже как бы наученные, умеющие обращаться с оружием. Элемент помещиков там местных, офицеров местных, он, в общем, особо не прослеживается, но вот факт тот, что восстание Ливенское было подавлено, причем довольно жестоко. Но, вот, я тоже здесь, кстати, хочу заметить, что, конечно, эмпатии, опять же, вот этой со стороны восставших по отношению к продотрядам тоже ведь не было. И опять же, вот это еще одна страница гражданской войны. И по сохранившимся свидетельствам, вот те, кто, вот красноармейцы, гарнизон местный и продотрядовцы попадали к восставшим, там казнили, расстреливали, вешали, просто уродовали там, даже вот специально вот с такими вот жестокостями с ними расправлялись. То есть, вот это вот уже идет по восходящей, эскалация гражданской войны идет по восходящей. Но затем восстание подавлено, зачинщики, где-то порядка нескольких десятков человек были приговорены к высшей мере, повесили, их расстреляли. Но, вот что самое интересное, как бы итог восстания подводили местные, местные советы в том смысле, что вот все, гидру эту контрреволюционную искоренили. Ну, зачинщики уничтожены, вроде как все, можно быть спокойным, больше они не поднимутся. Так вот, проходит год, в девятнадцатом году в Орловскую губернию, в Ливенский уезд вступает добровольческая армия. И самое интересное, что к ним, марковцы там наступают, марковский полк офицерский, и к ним приходят местные крестьяне, несколько сот человек, есть такие свидетельства, и говорят, вот мы были, в прошлом году мы восстали, вот наших руководителей повесили, но мы хотим сражаться все равно с советской властью. Мы готовы поступать в добровольческую армию. Их принимают, и они воюют в рядах уже от марковского полка. То есть, вот это уничтожение, якобы, вот что малой кровью, мы тут сейчас зачинщиков расстреляли, и все, и гражданскую войну устранили, ничего подобного. Ничего подобного, потому что этих убитых, у них семьи, у них родственники, у них дети, которые, конечно, настроены так, что вот надо отомстить, отомстить за смерть своих погибших крестьян. Вот вам Ливны, Ливенский уезд Орловской губернии. Еще интересное восстание, например, Перемышльское восстание, Перемышльский уезд Калужской губернии. Там восставшие смогли даже город захватить уездный, и Перемышль, и там сожгли, полностью сожгли архив местного ЧК. Конечно, там была жестокая, очень жестокая расправа с комбедовцами, с прадоотрядовцами, но в городе они не остались. Вот тоже, кстати, интересно, что вот все-таки как-то считается, что они должны у себя в селах, в местных, в деревнях держаться. Ну, приходит, естественно, уже подкрепление отряда Красной Армии, полностью восстание подавлено, тоже, соответственно, здесь вот ответный Красный террор, и тоже вот как бы заявляется о том, что все с корнем выкорчевали вот эту заразу, больше там ничего не будет. На самом деле, потом вот как раз вот из той же самой Калужской губернии идут ходоки, идут вот делегаты к Добровольческой армии, которая наступает на Москву, переходит линию фронта и тоже говорят, давайте вот, ребята, быстрее к нам наступайте, мы вас поддержим. Вы если дойдете вот до наших сел, мы тут же в ваши ряды вступим. Вот вам, опять же, еще один характерный пример вот этой самой эскалации гражданской войны, которая является именно внутренними причинами вот этого всего процесса, отнюдь не потому, что там интервенты или чехи как-то к этому оказались причастны. Василий Жанович, если мы говорим о том, что Владимир Ильич Ленин, он вообще очень наследовал и любил образ Робеспьера и во многом использовал вот эту и нарочитую скромность и аккуратность, тихость, если надо, своего поведения, с другой стороны, беспощадную жесткость и жестокость и вот практику французского террора, практику французской революции с объявлением всех несогласных врагами народа и по всей программе, ну, гильотин не было, были другие средства уничтожения оппонентов. В данном случае, как Ленин видел вот эти разрозненные восстания, как на них реагировал? Вообще, кто были теми исполнителями воли высшего партийного руководства, которые и подавляли эти народные выступления? Ну, тут даже вот я бы как бы на две части разделил вот ваш вопрос очень важный. Первое отношение Ленина. Конечно, отношение было крайне негативным с одной стороны, то есть здесь сохранилось очень много свидетельств таких, что жалеть как-то, гуманизм какой-то проявлять там ту же самую пресловутую эмпатию, выражаясь современным языком, вот к этим восставшим, к зачинщикам во всяком случае этих восстаний, руководителям этих восстаний ни в коем случае нельзя, то есть беспощадно беспощадно подавлять, расстреливать, вешать, причем это делать показательно для назидания, как говорится, да, остальных, ну вот я уже как раз пример приводил, примышленское восстание, ливенское восстание, но опять же вот идея такая, что вот если мы накажем, если мы покараем зачинщиков, то все остальные испугаются и там все уже как бы никакой борьбы не будет, но это с одной стороны, с другой стороны, Ленин, между прочим, очень четко установил, что вот этот процесс восстаний, с другой стороны, он хорош, как ни странно, покажется тем, что вот тут мы видим уже внутри крестьянскую классовую борьбу, то есть то, чего даже не было в семнадцатом году, потому что в семнадцатом году, когда крестьяне все вместе выступали против помещика, вот опять же напомню, в одной из прошлых наших программ мы говорили о двух форматах социальных войн, вот первый формат социальной войны, это у нас все крестьяне против помещиков, против дворян, против вот этих эксплуататоров, буржуев, ну может быть где-то там против столыпинских хуторян в том числе, но в основном, конечно, вот это вот противостояние помещик-крестьянин, это первая социальная война, теперь ее уже нет, все, черный передел прошел, помещик, если где-то он там еще и живет, но это уже не массовое явление, вот начинается вторая социальная война, и вот эта вторая социальная война, это как раз беднейшее крестьянство, и середники, часть середняков, но Ленин, конечно, считал, что необходимо всех середняков, во всяком случае, подавляющее большинство середняков перетянуть на сторону бедноты, в союзе с поддержкой рабочих, горожан, пролетариев, против кулачества, против кулачества, против вот этой местной сельской буржуазии, и вот эти восстания, с его точки зрения, они как раз свидетельствуют о том, что вот наступил этот, в какой-то степени, наверное, закономерный, даже, может быть, долгожданный период, потому что уж после того, как вот это местное кулачество, местных зажиточных, мы разобьем, ликвидируем, вот тогда уже, пожалуй, действительно опасаться нечего, будут бедняки, будет середняк, в какой-то степени, да, он пойдет все-таки за советской властью, за коммуной, пойдет, поверит в нее, или в конце концов просто испугается того, чтобы не повторять печальный опыт этих кулаков, и тоже вот это все с точки зрения Владимира Ильича должно скоро завершиться победой, безусловно, победой сельской бедноты в союзе с городским пролетариатом, то есть вот вторая социальная война будет выиграна. А что касается исполнителей этого всего? Вот по исполнителям, да, здесь вообще очень интересная история, дело в том, что с весны 18-го года Красная Армия начинает пополняться мобилизованными, создается уже действительно многочисленная Красная Армия, это с одной стороны, с другой стороны у нас существует продармия, продармия это продоотряды, вот те, о которых у нас шла речь в прошлых наших программах, в принципе задача продоотрядов это помощь комбедам в изъятии хлебных излишков, то есть то, чем вот они должны заниматься, но это отнюдь не исключает того, что продоотряды в силу необходимости могут и даже должны принимать участие в подавлении вот этих всевозможных контрреволюционных выступлений. Они вооружены, стрелковое оружие, у некоторых даже есть артиллерия, стрелковое оружие, пулеметы, винтовки. И вот кроме них еще один элемент я тоже хотел бы выделить, благодаря которому даже вот есть такая точка зрения, советская власть вообще удерживается в течение лета, осени восемнадцатого года. Это интернационалисты, интернациональные соединения, боевые части, как правило, из представителей военнопленных германской австро-венгерской армии. Больше всего было немцев, в меньшей степени австро-венгерских деятелей, но вот там мы говорили уже о том, что Числоватский корпус выступил против советской власти. Кстати сказать, выступил он против советской власти по сути только после того, как уже было принято решение его разоружений. Я прошу прощения, вы меня оглушили. Мы помним о латышах, мы помним о китайцах, но о участии немцев, австрийцев в подавлении крестьянских восстаний, что-то я такого не помню, из советских учебников. И давайте об этом внимательно поговорим после небольшого перерыва, потому что я услышал то, что, извините, не слышал никогда. И я думаю, что со мной согласятся наши зрители и радиослушатели, мы говорим о трагедии гражданской войны с самого её начала лета 1918 года. Всех этих крестьянских, антикоммунистических, антибольшевистских, антисоветских восстаний, и это же происходило со всеми нами, с нашими прапрадедами, прапрабабушками, для кого-то прадедушки, прабабушки. Но это было с нами, это трагедия русского народа. И мы продолжим через несколько секунд. Не переключайтесь, мы вернёмся. Российский радиоуниверситет. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Земли и воли», где мы рассказываем о главном вопросе нашего Отечества, о владении Землёй и развитии наших самых производительных сил, о том, какие судьбы ждали наших крестьян, считая всего нашего народа. И мы проследили это огромное развитие от самых первых идей освобождения крестьян. Сейчас мы в жарком, кровавом лете 1918 года, когда по всей Центральной России, по всей европейской части пылают антибольшевистские крестьянские восстания. И вот мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного историка, доктора исторических наук Василия Жановича Цветкова. И, Василий Жанович, вы перед перерывом меня оглушили, когда вы сказали, что во многом большевики летом 1918 года удержались благодаря интернационалистам. Но среди них вы назвали бывших военнопленных, немцев и австрийцев. Об этом вообще не писали. Да, я бы добавил, даже, может, не столько австрийцев, сколько венгров, мадьяров. Вот они шли как мадьяры. Их венгры, кстати, редко называли. Вот мадьяры, мадьяры, немцы и мадьяры. Но тут надо вот один нюанс, конечно, отметить, что это же не наемники вот так в чистом виде, которых обратилось там советское правительство в Германию и вот, мол, там, кайзер, пришлите нам солдат. Нет, нет, это военнопленные. Причем, что тоже интересно, вот как раз среди венгров, среди мадьяр это было распространено, очень многие из них вступали в большевистскую партию. То есть, по сути, это означало то, что это вот уже не просто там какой-то бывший вчерашний военнослужащий, да, а это уже теперь венгерский коммунист. Ну, возьмите даже вот Чехов, наверное, самый яркий пример я приведу, это Ярослав Гашек, да, все знают Швейка, так вот, как раз Ярослав Гашек это вот из тех красных Чехов, которые остались на службе советской власти, которые не пошли с Чехослованским корпусом. Вот, Мат и Залка, например, вот такие вот тоже были у нас. Много интернационалистов, но тут не очень, может быть, сейчас еще пока исследована вот эта тема, насколько вообще у них был вот этот элемент сознательного выбора коммунистической идеологии. Тут, конечно, мы можем спорить о том, насколько вот те интернационалисты, которые, в частности, поддерживали советскую власть, были идейно ей преданы. То есть, вот это действительно вопрос о том, насколько они идейно готовы были сражаться за марксизм, ленинизм. Но факт тот, что эти части отличались очень высокой боеспособностью, очень высокой дисциплиной. И много очень примеров того, что вот благодаря им, собственно говоря, вот эти вот боевые действия с восставшими, когда, может быть, даже какой-то местный гарнизон колеблется, потому что это тоже местные жители, это фактически их там могут быть родственники. Русские против русских. Да, да. Вот в этом случае уже вызывается интернациональная часть, могут быть латыши, могут быть китайцы, могут быть и немцы, и мадьяры. И действуют уже беспощадно. А немцы где себя проявили? Ну, вот самый, наверное, тоже показательный эпизод, это в частности корректировка как раз вот того самого артиллерийского огня, которым был расстрелян Ярославль. Этим занимались, есть свидетельство о том, что этим занимались немецкие офицеры, пленные немецкие офицеры-артиллеристы. Вот их использовали. Их боевой опыт, как говорят. Большевики привлекают немцев для расстрела центра Ярославля. Вот опять же я еще раз это отметил бы, что у нас гражданская война, да, здесь участвуют иностранцы, да, здесь участвуют интервенты, но когда мы говорим об интервентах как бы со стороны белых, мы ни в коем случае не должны забывать о том, что вот аналогичное вот это как бы иностранное влияние, как бы его там назвать, оно было и со стороны советской власти. Хотя бы даже они там были и с партийными билетами. Потрясающе. Это гражданская война, но она на такой крови замешана, на таком ужасе и кошмаре, что сложно даже поверить, уважаемые зрители и радиослушатели, в то, что мы это все пережили. И с этим справились путем столько лет, и мы об этом должны помнить, независимо даже каких мы убеждений. Мы же сейчас живем в мирной стране, это наша общая страна, это наша общая Россия, и у нас нет лишних русских людей, но мы должны понимать, до чего могут дойти люди, когда они решили друг другу. Как это правильно сказать, Василий Жанович? Это даже не месть, это что-то такое, что ведь это и те, и те считали себя справедливыми, и те, и те считали себя в праве вершить судьбы других людей. Вот что бы, как бы вы это оценили? Ведь это же страна не просто так, она ведь не сошла с ума, а все считали себя очень рациональными. Ну, я думаю, что главная, конечно, беда, это сейчас практически все историки признают, это низведение ценности человеческой жизни вообще, да, вот, неважно, в конце концов, кто ты, по партийной там, или по какой там еще принадлежности, до минимума, до минимума. То есть, ради идеалов политических можно неоднократно, причем, перешадивать через кровь. Вот примерно такая была ситуация после уже 14-го года, я бы даже не говорил с 17-м годом, я говорил, что вот с 14-м, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й и дальше, дальше по восходящей. И вот, опять же, когда мы говорим, допустим, о крестьянских восстаниях, мы всегда должны учитывать, что существует актив, в том числе, вот эти бывшие фронтовики, которые в одной ситуации они могут быть на стороне комбедов и продотрядов, и не жалеть, абсолютно не жалеть своих односельчан, кулаков, зажравшихся, как они считают. Но с другой стороны, надо помнить о том, что среди их вчерашних соседей, и даже, может быть, родственников, и друзей, могут быть тоже фронтовики, тоже люди, которые, как говорится, уже перешагнули через кровь, и тоже они комбеды жалеть не будут, продотряды жалеть не будут. И тоже вот эта вот обоюдная эскалация, обоюдная ненависть, она к огромному, к огромному сожалению, она становится, как чуть ли не самым главным действующим фактором в этом. Каким образом большевики справились с такой лавиной восстания? Ведь этим всем подавлением народного восстания многочисленного нужно было управлять, координировать, направлять, чтобы это хоть какая-то логика, прошу прощения, вот этой машиной подавления террора работала? Ну, здесь бы я, во-первых, сказал о том, что более или менее устойчиво уже создается, во всяком случае, в центральных губерниях, в центральной России создается аппарат, аппарат власти, аппарат подавления, собственно, как раз вот декрет о красном терроре тоже этому способствовал, создается система органов ИЧК, но тоже интересный момент, на котором мы уже говорили, я еще раз его сейчас подчеркну, что же происходит у нас с советской властью на местах? Вот эти волосные сельские советы, которых год назад, в семнадцатом году, их было там, ну, грубо говоря, по пальцам сосчитать. Теперь они уже становятся действительно массовыми. Но вся проблема в том, что эти волосные и сельские советы, с точки зрения Ленина, они должны быть а, под руководством большевистской партии, и б, под контролем бедноты, бедноты и середняков. Как это сделать? Делается это на шестом всероссийском среде советов, с подачи, кстати сказать, Якова Михайловича Свердлова, который на тот момент возглавлял как раз вот советскую вертикаль, но, безусловно, тоже и при согласии Ленина, посредством того, что у нас комбеды входят в состав вот этих вот низовых сельских и волосных советов. И, конечно, процент членов партии большевиков, процент сельской бедноты там возрастает просто вот многократно. И вот эти советы, они становятся, да, это советская власть, но эта советская власть уже не та, какой она была даже в начале 18-го года. Тут есть очень важный момент, Василий Жанович. Советы это выборные органы, комбеды это назначенные из центра, по сути дела, приводные ремни воли большевистской партии. Я правильно понимаю? В принципе, да, хотя надо сказать, что комбеды вот как раз и подтвердили свою легитимность в процессе перевыборов местных советов, которые проходили у нас в Центральной России это конец 18-го года. На этих перевыборах просто вот очень много свидетельств сохранилось о том, что члены комбедов, вчерашних комбедов, просто, ну, опять же, санкции центра, безусловно, центр их в этом поддерживал, собирают местное население и говорят, вот таких-то, таких-то, вот мы будем поддерживать, мы должны за таких-то, за таких-то проголосовать, а вот за каких-нибудь там под кулачников недобитых, не дай Боже, вам отдать свои голоса, тем более, что выборы у нас здесь проходят еще открыто во многих случаях, и, естественно, это тоже действует на волю избирателей, как говорится. добрым словом и наганом, я правильно понимаю? Да, в какой-то степени и так, потому что, опять же, для упрочения, укрепления положения на местах, а именно вот сельский, волосной уровень был достаточно слаб, губернский уровень, уездный, губернский уровень, выше, там уже уровень Москвы, это действительно на момент, после уже мятежа или там выступления левых эсеров, по сути, это все уже однопартийная система, и там уже большевики, безусловно, преобладают. На низах, на низах, там могут даже быть какие-нибудь сочувствующие кадетам, вот, чтобы этого не было, чтобы вот этот низовой уровень усилить, естественно, опора идет именно на комитеты бедноты, потому что комитеты бедноты в подавляющем своем большинстве, хотя, конечно, там тоже бывали исключения, но в подавляющем большинстве они, безусловно, большевистски настроены, и члены комбетов просто, ну, как бы даже про знарядки вот там это делалось, их принимают в ряды партии большевиков, и даже всячески-всячески поощряют вот это их желание вступить в партию большевиков, потому что, да, это проверенные кадры, это люди, которые вот уже готовы свою жизнь отдать за советскую власть, вот именно такую советскую власть, которая становится для них близкой и родной. Красная армия не могла не знать, что происходит в тылу, все равно доходили слухи, все равно все должны были знать, что идет жестокое подавление крестьянских восстаний. Вообще, как в это время, в 18-й год, как он отметился, скажем, в памяти народной, потому что, опять же, в школьных советских учебниках, там, конца 20-го века мы этого не встретим, но на самом деле, что, вот, заключение нашей программы вы могли бы сказать об опыте 18-го года? Ну, по отношению к Красной Армии, по отношению вот вообще к тем, кто оказался в рядах Красной Армии, ситуация очень интересная. Дело в том, что мобилизованные в Красной Армии это и есть те самые крестьяне. И мы на протяжении не только 18-го года, но и последующего, 19-го и 20-го, видим неоднократные, многократные факты того, что мобилизованные крестьяне отнюдь не стопроцентные сторонники большевиков, стопроцентные сторонники советской власти, даже несмотря на многократную пропаганду, и совершенно спокойно могут переходить, сдаваться там либо на сторону Махно, что было в частности вот на территории Советской Украины в 19-м году, там целые дивизии вообще переходили на сторону Махно из Красной Армии, или на сторону Белых, что тоже мы наблюдаем вот уже в 19-м году такое явление. То есть вот это тоже фактор, который безусловно нужно учитывать. А у нас ещё есть фактор казачества, у нас ещё есть фактор Советской Украины, с которым мы будем разбираться в нашем проекте «Земли и воли», и я думаю, что с этим нужно, нужно и нужно разбираться, потому что формирование это было не просто Советского Союза, не просто советской власти, её под контролем коммунистической партии, а это была та, по сути дела, наша родовая травма нашей страны, которую мы должны все осознать и внутри себя с ней примириться. По-другому не скажешь, уважаемые зрители, уважаемые радиослушатели, это давняя история, столетней давности, но она нас учит тому, до чего может дойти человек, до чего может дойти брат на брата, отец на сына, сын на отца, если люди ставят свои идеалы выше жизни. Мы об этом говорим и будем говорить в нашем проекте «Земли и воли». И мы обязательно продолжим. И мы были в гостях у замечательного историка, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василия Жановича Цветкова. Василий Жанович, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания.